В эфире Вести Кривожского федерального округа. Сегодня в программе. Комфортная среда. Реализацию федеральной программы в Пензенской области оценил Дмитрий Медведев. Дополнительные услуги. В Ульяновской области оштрафована крупная страховая компания. Марсово поле. Всероссийский военно-исторический фестиваль прошел в Пензе. Об этих и других темах в программе Вести Кривожского федерального округа. Председатель правительства России Дмитрий Медведев увидел, как реализуется в Пензенской области федеральная программа «Комфортная городская среда». Встретить в собственном дворе премьер-министра страны удается далеко не каждому. Свой визит в Пензу Дмитрий Медведев начинает с посещения нового микрорайона, на месте которого 10 лет назад было чистое поле. К слову, макет будущего города в городе, как сегодня называют спутник, глава российского правительства уже видел. В 2008-м, когда вместе с Владимиром Путиным открывал столицы 58-го региона кардиоцентр и дворец спорта Буртасы. Сегодня разговор о том, как проект стал реальностью. Дмитрию Медведеву показывают новейшие технологии, которые используются при строительстве многоквартирных домов. Глядя на современные высотки, премьер-министр интересуется, доступно ли здесь жилье и что со спросом. Губернатор отмечает, микрорайон сегодня развивается активно, а к тому же является хорошим примером создания комфортной городской среды, где все продумано до мелочей. От игровых зон и спортплощадок до детсадов и новой школы. Вадим и Инна Ебрагимова переехали сюда год назад из Кузнецка. Здесь родился их первенец, дочка Алиана. Хотелось спокойный, развитый район, хотелось приятное для души. Нам очень здесь нравится, очень тут красиво. И я думаю, что не у каждого во дворе такая красота, как у нас. Это один из первых дворов в спутнике, где активно развивают ландшафтный дизайн. Здесь есть даже собственный фонтан. Нужно уходить от скучной застройки и предлагать людям максимально удобные условия жизни. Знаете, вот в этом микрорайоне реализовано несколько очень важных установок нашего президента. Здесь действительно строят доступное жилье, доступное по цене. Здесь действительно строят жилье очень комфортное по качеству. Здесь не сэкономили на инфраструктуре. Очень важно, что правительство региона, губернатор региона поддержали проект. Для всех регионов это в значительной степени пример. Сразу после посещения микрорайона «Спутник» Дмитрий Медведев направился в правительство региона, где состоялось совещание по вопросам жилищного строительства. Как было отмечено, сейчас отрасль активно восстанавливается после воздействия экономических санкций. Дмитрий Медведев напомнил о важном решении этой недели – снижении ипотечной ставки одним из главных банков страны. Мы продолжим оказывать помощь отдельным категориям заемщиков, у которых есть сложности с погашением ипотеки. Вчера вечером я подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства дополнительно 2 миллиардов рублей, чтобы поддержать тех из них, кто оказался в наиболее сложной ситуации. Помощь будет оказана в соответствии с определенными критериями. В особых случаях она будет рассматриваться на базе решений специальной международной комиссии с участием и исполнительной власти, и депутатов Государственной Думы, и уполномоченного по правам человека. В пользу людей, желающих улучшить свои жилищные условия, сегодня работает и новый закон, подписанный в конце июля президентом. Он направлен на защиту правдольщиков и повышает меру ответственности строителей. Сегодня в правительстве России готовят и новые градостроительные стандарты взамен устаревшим. Сыграет свою роль и Пенза. Региональная технология и философия создания комфортной городской среды будет учтена при разработке новых современных подходов к градостроению в России. И возможно, что совсем скоро подобные городу-спутнику микрорайоны появятся и в других регионах страны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Получение полиса ОСАГО затягивалось на несколько недель. Без дополнительного подписания договора о добровольном страховании категорически не рассматривался вопрос о заключении договора ОСАГО. Я вынуждена была оформить договор добровольного страхования, потому что срок действия моего страхового полиса, обязательного страхования, иссякал. Как и другие водители, автоледи с жалобой обратилась в Уфас. Денежные средства за доп. услуги страховую компанию обязали ей возместить. Таких случаев в регионе десятки. После проверки страховую компанию привлекли к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением на рынке ОСАГО Ульяновской области, пояснили в ведомстве. Клиентам страховая компания предлагала самые разные дополнительные услуги, начиная от тех, которые имели какое-то отношение к автотранспорту, заканчивая такими экзотическими, как, например, защита от клеща. С учетом обстоятельств нарушения антимонопольного законодательства сумма штрафа составила 737 500 рублей. Если потенциальный страхователь пришел в страховую компанию, и он решил не ругаться ни с кем, все-таки он решил застраховать этот полис дополнительный страхование, к примеру, от укусов клещей, в течение пяти дней он может написать заявление в данную страховую организацию и расторгнуть данный полис. И в течение 10 дней полная страховая премия ему возвращается обратно. В рамках закона мой совет, конечно, лучше написать с благородным заявлением за 30 дней, и в этом случае страховая обязана выдать вам письменный отказ. А если уже будет письменный отказ, можно обращаться с жалобами в Центробанк, Роспотребнадзор, либо в прокуратуру. Как утверждают эксперты, в 2017 году тенденция навязывания дополнительных услуг снизилась. Мы решили это проверить. В этот раз мне повезло и не предложили. И прошло все так. А в прошлом году, по-моему, платил за жизнь. Обратился по страхованию ОСАГО. Могу сказать, приняли хорошо. Никаких доп. услуг не навязывали. Да, дополнительные услуги. Причем в циничной форме. Если бесполезно что-то говорить, им все равно. К сожалению, как поясняют специалисты, большинство автолюбителей при оформлении ОСАГО не вдаются в подробности. За что они платят дополнительные деньги. Многие предпочитают оформлять полис через интернет, уберегая себя таким образом от навязывания дополнительных услуг. В преддверии Дня воздушного флота сотрудники Уфимского аэропорта пригласили в гости детей. Во время специальной экскурсии ребятам показывали, как готовят к рейсу самолеты и учили преодолевать аэрофобию. Интересно? Ну, вернись на меня. Этот борт всего несколько минут назад вернулся из Турции и буквально через пару часов улетает обратно. Но его команда все же нашла время ответить на вопросы школьников. Как стать летчиком? Сложно ли работать на высоте? И как побороть страх полета? Спрашивали дети. Ну и, конечно, поинтересовались, как устроена кабина пилота. Если так рассказывать по простому, по шоферски. Шесть дисплеев, благодаря которым пилоты управляют воздушными судами. Пилотирующие, наукционные приборы. И приборы работают двигатели и системы. Самолет действующий, но для участников экскурсии он как музейный экспонат. Ничего и нигде нельзя трогать. А вот на выставке во внутреннем терминале аэропорта, напротив, проверить оборудование на ощупь детям настоятельно советовали. Такую возможность никто не упустил. Вот прибор очень исторический, но очень важный. Это радиолоката называется. Он позволяет летчику в плохую погоду не заблудиться по подсказке диспетчера. Диспетчер наблюдает за полетом самолета и в любой момент, в любую секунду может он ему назвать его координаты. Азимут и удаление. Впервые в истории Уфимского аэровокзала экскурсию провели для рекордного количества человек. 120 детей и их родителей. Заявки все желающие оставляли заранее на официальном сайте аэропорта. Посетили школьники и один из самых закрытых режимных объектов аэровокзала. Вышку диспетчеров. Редкий гость попасть туда может разве что раз в год и только в честь праздника. А вот для фото и видео съемки исключения делать не стали даже сегодня. В итоге эта часть экскурсии осталась за кадром. Но своими впечатлениями дети поделились после. Я представляю, что вот эта площадка не такая большая. Потом она такая маленькая. Просто одна линия и все. И там самолеты по очереди взлетают. На самом деле здесь очень много всего. Мне понравилось, где ремонтировали самолеты. Нынешняя экскурсия стала своеобразным мероприятием по профоориентации школьников. Дети увидели, как работают все службы аэровокзала. Возможно, именно эта визуальная информация поможет им определиться с будущим призванием. Жители Пензы не удивили наполеоновские войска на улицах города. Здесь традиционно проходит Всероссийский военно-исторический фестиваль «Марсово поле». Один из самых масштабных в стране. Войска Наполеона и их союзники в Пензу вошли под бой барабанов. Такого крупного военного вторжения город Насуре еще не видел. Нижегородские драгуны, сибирские гренадеры, томские пехотинцы, подмосковные артиллеристы. Третий Всероссийский военно-исторический фестиваль «Марсово поле» собрал рекордное количество участников. Первые выстрелы в честь 205-летия победы России в войне 1812 года. В Пензе, хоть и не было никаких боев, никаких ключевых сражений в войне 1812 года, порядка 10 тысяч пензцев участвовало в войне 1812 года и в заграничных походах русской армии в 1113-14 годах. Своё «Марсово поле» в Пензе – это место, где в 1824 году проходили последние армейские маневры под руководством императора Александра I. Спустя 200 лет здесь снова звучит грохот орудий, погружение в прошлое с максимальной исторической достоверностью, в том числе для тех, кому пришлось погибнуть в самом начале битвы. Когда мы разворачивали свой строй, французы дали такой прямой залп, пришлось умереть, ну, другого пути у нас не было. Пуля врага нас настигла. И даже юного барабанщика, 7-го уфимского пехотного полка, также ранило. Но дать, надеюсь, наши товарищи дадут хороший отпор врагу. Причём к плечу со взрослыми на поле брани дети и женщины в основном в войсках Наполеона. Столетия назад на войну они шли нелегально за романтикой и чувством патриотизма. С тех пор мало что изменилось. Можно было бы заняться реконструкцией, как маркетантка, но это не вполне интересно. Скажем так, не вполне интересно. Мне больше нравится ходить с ружьём, хотя стреляя плохо, и наш командир очень сильно на меня ругается. Я стараюсь. Самые эффектные на поле лихие атаки конницы самого мобильного рода войск. Именно они, Литовский Улан, отличились в битве, которая случилась в 1812 году под Витебском. Во время отступления французов они пленили генерала де Буже. Символично, что этой операцией командовал пензенский дворянин Николай Столыпин. Дело в том, что Столыпин — это двоюродный дед баэта Лермонтова, нашего земляка. Он получил личную благодарность императору Александру I. Это был очень известный подвиг в войне 19-го года. В роли генерала де Буже легендарный Олег Соколов, историк, основатель военно-исторической реконструкции в России. Командует французами, сдается в плен. В Пензе — впервые. Всего за три года Всероссийский фестиваль Марсово поле в Пензе вошел в число самых масштабных в стране. За два дня к славной российской истории в буквальном смысле прикоснулись тысячи человек. Вы смотрели программу Вести Приволжского федерального округа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова